14-летняя девочка-подросток погибла на юго-западе Германии после того, как на неё и ещё одну девочку напал мужчина с ножом. В это время они шли в школу. Кровавый инцидент потрез городок Иллер-Кирхберг с земли Баден-Вюртенберг с населением примерно в 5000 человек. Местные СМИ уже написали, что подозревают 27-летнего просителя убежища из Эритреи. По данным свидетелей, перед нападением он вышел из миграционного центра, а позже в нём скрылся. Когда его обнаружили, у него тоже были ножевые ранения. Однако пока неизвестно, мог ли он нанести их себе сам. Вместе с ним задержали ещё двоих мужчин. Предположительно, тоже беженцев из Эритреи. «Всё, что с этим связано, пока совершенно не ясно. Но, как я уже сказал, расследование уголовной полиции продолжается. Мы надеемся собрать информацию о мотивах инцидента». «Сначала, конечно, как и у всех, наступает шок, когда узнаёшь о таком ужасном поступке. И как отец семейства, естественно, думаешь о семье, о том, что могло случиться. Как я уже сказал, сейчас мы все в шоке». Полиция пока не предоставила дополнительной информации о задержанных, а также о возможных мотивах нападения. Гигантские калибри, пчёлы и бабочки встречают гостей ботанического сада в Боготе. В этот рождественский сезон праздничные инсталляции посвятили трудолюбивым насекомым и птицам, которые опыляют растения. Так в игровой форме дети и взрослые смогут больше узнать о природе и одновременно хорошо провести время. «Мы рады декабрю и Рождеству, этому особенному празднику, а также подаркам, которые дарит нам город Богата. Экскурсия волшебная. Здесь много огней, фигур животных и нас радушно принимают. Вокруг много людей. Это идеальное время для отдыха всей семьёй». В праздничную атмосферу погрузился и соляной собор Сипакиры – знаменитая достопримечательность Колумбии. Католический храм построен в тоннелях соляной шахты на глубине примерно 200 метров под землёй. Все архитектурные детали, включая иконы, вручную выдолблены в галите. Здесь также есть несколько мраморных скульптур. Гавана на день превратилась в большой стадион. Сотни спортсменов на роликовых коньках участвуют в марафоне. Трасса проходит по знаменитой набережной Малекон и Бульвару Прада. На соревнования приехали чемпионы мира по спецкейтингу из Колумбии, Эквадора, Венесуэлы, а также из Италии. «Я под большим впечатлением, потому что здесь чувствуешь себя прекрасно. Это невероятно». Взрослые спортсмены бегут 42-километровую дистанцию, подростки – 8-километровую. «Я катаюсь на коньках с детства. Очень приятно участвовать в марафоне, который проходит в столице с мировым именем. И я рада соревноваться с зарубежными спортсменами и чемпионами мира». Руллер-марафон спонсирует организация World Skate. Первые такие соревнования прошли на Кубе три года назад. Теперь их планируют проводить регулярно. Эта пациентка с ревматоидным артритом проходит регулярное ультразвуковое обследование в больнице на юге Дании. Но сегодня его ей делает робот. Аутоиммунное заболевание, поражающее преимущественно суставы, у 45-летней женщины нашли в 2014 году. Из-за этого пришлось уйти на пенсию досрочно. «Диагноз поставили поздно. Начались изменения в основном в ногах, костях. Это уже на всю жизнь. Когда изменения уже есть, то обратить их невозможно». Обнаружить это заболевание на ранней стадии часто не успевают из-за длинных очередей на обследование и нехватки персонала. Но теперь на помощь пришёл робот по имени Артур. Он не только делает УЗИ, но также с помощью искусственного интеллекта обрабатывает данные и отправляет врачу уже готовый отчёт. «Если болезнь обнаружена на ранней стадии, то пациентов можно лечить гораздо меньшим количеством лекарств, чем если бы болезнь обнаружили гораздо позже, когда иммунную систему регулировать сложнее». «Робот может просканировать две руки пациента примерно за 12 минут. То есть в час сделать УЗИ могут до четырёх пациентов». Ультразвуковое сканирование кистей и запястья часто выявляет ранние признаки заболевания. Лечение рекомендуется в течение 12 недель после появления первых симптомов. После трёх лет разработки робот недавно получил сертификат ЕС. Это позволит продавать его по всему блоку. Стоит он около 150 тысяч евро. Победу с разгромным счётом 4-1 одержала сборная Бразилии над Южной Кореей на чемпионате мира в Катаре. Матч прошёл на стадионе 974 в Дохе. Бразильцы открыли счёт уже на седьмой минуте, а на 11-й Неймар забил с пенальти. Это был его 76-й гол за сборную Бразилии, пока на один меньше, чем у Пеле. И ещё два мяча послали в ворота противников Ришерли Сон и Лукас Пакета тоже в первом тайме. Южнокорейцы забили на 76-й минуте. Бразилия выходит в четвертьфинал, а Южная Корея едет домой. «Фантастика. Это победа в стиле самбы. Они выполнили свою миссию и забили четыре гола. Они выбили противников с чемпионата. Кто следующий?» «Это было здорово. Мы выиграли и забили кучу голов. У нас хорошая команда, хотя предыдущий матч был не очень. Мы порыграли Камеруну, но, надеюсь, следующая игра будет ещё лучше». «Эта поездка всё равностоящая. Мы проигрывали. Было 4-0 в пользу Бразилии. Но мы забили хотя бы один гол, и он потрясающий». В этот же день встреча Японии и Хорватии завершилась ничьей. 1-1. В дополнительное время соперники не забили ни одного гола. Исход матча решила серия пенальти. В ней победили хорваты со счётом 3-1. Они выходят в четвертьфинал. А японцы, хоть и надеялись впервые в истории попасть в одну четвёртую, но выбывают с чемпионата. «Результат отличный. Мы не разочаровались бы, даже если бы не прошли. Игроки выкладывались по полной. У японцев сильная команда». 9 декабря сборная Хорватии сыграет с Бразилией. Несмотря на то, что протестующие в Иране призвали к трёхдневной общенациональной забастовке, некоторые магазины в Тегеране продолжают работу. Протесты в стране идут уже несколько месяцев. Толчком стала гибель девушки от рук полиции нравов. Теперь они переросли в антиправительственные выступления. Владельцы магазинов говорят, что народные выступления угрожают их работе и бизнесу. «Эти призывы и эти проблемы привели к закрытию предприятий. И что ещё хуже, у нас месяцами не было интернета. Огромный пласт работы выполняется в интернете. Если его нет, то большая часть нашего бизнеса исчезнет». Несмотря на это, владелец этого обувного магазина говорит, что требования протестующих обоснованы. «Когда никто не прислушивается к требованиям людей, они вынуждены решительно или яростно кричать об этом или создавать другие проблемы». Этот продавец также считает, что власти должны прислушаться к людям. «Если наше правительство начнёт разговаривать с народом и выполнять его требования, я думаю, нация успокоится». Иран потрясли масштабные протесты и беспорядки после смерти курдской молодой женщины Махсы Амини. 16 сентября полиция нравов задержала её за якобы неправильное ношение хиджаба. Как говорят свидетели, в полицейской машине девушку избили, после чего она впала в кому и позже умерла в больнице. Власти утверждают, что задержанная скончалась от внезапной остановки сердца. Однако её родители говорят, что у Махсы не было серьёзных проблем со здоровьем. Это самые масштабные протесты со времён революции 1979 года. При этом женщины в ходе выступлений в знак протеста нередко размахивают своими хиджабами или демонстративно их сжигают. Выстрелы из ружей знаменуют начало сражения, известного как «Битва трёх императоров». Реконструкция проходит в 14 километрах от города Брно, недалеко от Аустерлица в Чехии. Третью антифранцузскую коалицию возглавляли австрийский император Франц II и русский Александр I. В итоге превосходящие по численности союзные войска были разгромлены армией Наполеона. Знаменитую битву по Даустерлицам 1805 года воссоздают около тысячи любителей исторических сражений из 15 стран. Их костюмы точно соответствуют униформе солдат того времени. «Я вхожу в состав российских артиллеристов, а точнее, в роту майора Штадена. У нас есть копия пушки. Я всегда посещаю это событие, поскольку тут собирается отличная команда. Мы участвуем, поскольку нам нравится представлять это событие людям. Мы сражаемся за австрийских артиллеристов». Союзники потеряли 15 тысяч человек, 11 тысяч попали в плен. Потери Наполеона составили 9 тысяч солдат. Эта реконструкция считается крупнейшей в своём роде в Европе. «Удивительно. Люди со всего мира, а сейчас это 15 стран, включая США, Канаду и страны Европы, устраивают это мероприятие, согласовывают сценарий, собираются здесь, спят на земле и воссоздают это историческое событие». Через четыре дня после поражения Австрия была вынуждена подписать перемирие в замке Аустерлиц. Позже в Пресбурге, нынешней столице Словакии, заключили мирное соглашение. Оно перекроило политическую карту Европы, сделав Францию доминирующей силой. Эти хрупкие насекомые похожи на осеннюю листву. Тысячи бабочек Данаида Монарх кружат в небе и садятся на ветки деревьев. Великолепное зрелище каждый год привлекает сотни туристов в заповедник в мексиканском штате Мичоакан. Только Данаида Монарх из всех видов бабочек ежегодно мигрируют на большие расстояния с севера на юг. В Мексику они прилетают на зимовку из Канады и с востока США. Проделывают путь длиной до 5000 километров. Раньше в Мексике насчитывался миллиард бабочек-монархов. За последнее десятилетие их численность сильно сократилась. Насекомых внесли в список видов, которым угрожает вымирание. По мнению учёных, главные враги бабочек – пестициды на фермерских полях и вырубка деревьев. Однако ситуация постепенно улучшается. «Два года назад бабочек было меньше. Мы определяем это по количеству деревьев и площади территорий, которые они занимают. В прошлом году здесь было две больших колонии, и они заняли почти два гектара. В этот раз бабочек ещё больше». Первые бабочки прилетают в Мексику в начале ноября. Некоторые мексиканцы считают их душами умерших, поскольку в это время в стране как раз празднуют День мёртвых. «Мы часто видим бабочек в новостях или документальных фильмах. Но здесь всё по-другому. Это уникальный опыт. Бабочки напоминают падающие листочки бумаги, кружащиеся листья и улетающие души. Очень много чувств сплетается воедино». Монархи будут зимовать здесь до марта, а потом вернуться на север. Впрочем, ни одна бабочка не пролетает весь путь туда и обратно. Эти насекомые живут не дольше семи месяцев. Как они находят дорогу, никто точно не знает. Но считается, что ориентироваться им помогают солнечный свет и магнитное поле Земли.